Не битое, не крашеное ездил дедушка небольшой пробег. Необычное объявление появилось на одной из новосибирских площадок. Коллекционный автомобиль продают за 75 миллионов рублей. Станислав Блинов встретился с владельцем и узнал, что в этой машине особенного. Автомобиль ценой 75 миллионов ЗИС-101, 1938 года выпуска. Работы над ним еще ведутся. Из гаража он видит совсем в другом виде. Пока из агрегатов здесь стоит только двигатель и карданный вал. В каком состоянии он приехал сюда? Состояние было ужасное, конечно. Если посмотреть по железу, то есть приблизительно процентов, наверное, 40-45 металла пришлось заменить на новый. А двигатель вы говорите? Это же новый двигатель получается? Нет. Нет, это не новый двигатель. Это состояние у него сейчас нового. То есть это родной двигатель в 1938 году? Да, да. Все запчасти, которых здесь не хватало, приходилось искать чертежи и изготавливать их на заводе изготовителей. Вообще, по идее, машина должна отсюда выйти точно так же, как на заводе изготовителя. То есть весь смысл вот в этом. Одно вообще берутся такие машины? То есть как их находят? Ой, да как правило в гаражах. Одну машину вообще нашли на дачном участке. Нашел наш знакомый. Значит, дедушка возил вообще на нем навоз. Он говорит, хорошая машина, влазит много. Вообще, очень часто машины такие действительно имеют какую-то богатую историю, они кого-то возили. Такой вот прямой истории, чтобы прямо вот первого числа было такое-то, второго такое-то, третьего такого-то, это все истории как бы со слов, но очень многие ресовраторы, понимая, что ценность машины зависит именно от того, кого она возила и так далее, все начинают, это машина Сталина. На каждый восстановленный ретроавтомобиль есть свой сертификат соответствия, в котором указана оригинальность и идентичность автомобиля в процентах заключения экспертов. И последний сертификат очень интересный. Еще один уникальнейший экспонат этой автоматерской – автомобиль «Москвич-401» собственным именем «Буратино». Назван он так, потому что большая часть кузова сделана из дерева. Автомобиль выпуска 1948 года, в мире таких всего шесть штук. И вот это один из них. И сесть за руль этой машины, значит, в полном смысле прикоснуться к истории. Сегодня в гараже, кроме 101-го ЗИСа, стоит еще два ЗИСа 110 и идет работа над уникальной машиной «Руссабалт» начала 20 века. Этот автомобиль в буквальном смысле приходится создавать с нуля по чертежам. Прорисовываем его сейчас. То есть в связи с тем, что довольно-таки мало чертежей, их действительно мало, то решили даже использовать вот такую вещь. Здесь есть, что показать потом. Такой машины нет. Вот именно этой модели, «Ландоле», ее нет. Поэтому, когда мы ее сделаем, это будет единственная машина в мире. У меня в руках частичка истории. Это пробка радиатора автомобиля «Руссабалт» 1909 года выпуска. Самой машины пока еще в природе не существует, ее только делают. Воссоздание электроавтомобиля – это труд долгий, кропотливый, занимает не один год. Мелочей здесь нет, но именно такие уникальные мелочи и оживляют легенды. Станислав Блинов, Алексей Зубило, Новости ОТС.